Всем привет! Меня зовут Сергей Пономарев, я занимаюсь фото-журналистикой. Я фотографирую уже около 25 лет. Я работал в разных изданиях, был штатным фотографом, потом стал фрилансером. В 2016 году я выиграл полицеровскую премию за историю про беженцев. Также я получил три премии World Press Photo, золотую медаль Роберта Каппы и, в принципе, наверное, почти все возможные фотографические награды. Я хочу поделиться своим опытом и рассказать про то, как выглядит современная фото-журналистика и что это за зверь и с чем ее едят. Как известно, раньше, в принципе, всегда фотография занималась иллюстрацией материалов в СМИ. В газетах существовал отдел, который назывался отдел иллюстрации. Но с тех пор, в общем-то, мы прошли достаточно большой путь, которым я вам сейчас хочу рассказать. Для начала начнем с простых терминов и с небольшой такой предыстории. Возможно, все, большинство из вас видели эту фотографию. Это фотография беженцев, которые приплывают на остров Лесбос. И она была одним из снимков, которые получили Пуллицеровскую премию. У нас было четыре фотографа, которые снимали для «Нью-Йорк Таймс» эту историю. Мы были размещены в разных точках Европы и снимали, так сказать, этот процесс исхода беженцев. Для меня эта работа одна из множества сильных работ, которые я сделал за свою жизнь. И она, так сказать, она не стоит, не выделяется в ряду других сильных работ. Почему? Потому что я живой человек, и у меня есть эмоции. Я точно так же, как и многие зрители, но, наверное, еще чуть-чуть больше, переживаю то, что я вижу своими глазами. Да, фотоаппарат очень часто является, так сказать, барьером, и он закрывает меня от того, что я мог бы видеть невооруженным глазом, но при этом я все равно, как любой живой человек, я переживаю эмоции. И я, так сказать, я понял, что я являюсь глазами общества. Я вот фото-журналист, я иду туда и несу свою камеру, чтобы показать потом своим зрителям, читателям, фолловерам в Инстаграме, или в Фейсбуке, или где-либо еще, что происходит в этом мире. Не все готовы ехать, не знаю, там, к примеру, в Нагорный Карабах или идти месяцами с этими беженцами, чтобы понять, что происходит. Вот как Нигина раньше говорила, что нужно погружаться в контекст, вот точно так же я стараюсь своими глазами и своей техникой погружаться в истории. Часто фото-журналистика для меня – это, так сказать, попытка вывести людей из зоны комфорта. Я вырываю, так сказать, или я, наоборот, врываюсь в мягкий такой розовый мирок людей, которые они себе составили, и пытаюсь им рассказать, что в этом мире происходит на самом деле очень много, как у нас по-английски говорят, injustices, несправедливости. И на это нужно реагировать. Конечно же, фотография в первую очередь является документом, и она им, так сказать, рассказывает, что происходит сейчас в другой точке мира. Итак, фото-журналистика. Они, конечно же, не стоят на месте, и мы сейчас пользуемся разными инструментами, но костяк состоит в том, что мы распространяем свои снимки с помощью средств массовой информации, сейчас еще и с помощью соцсетей. Мы стараемся это делать высокохудожественно или стремимся к тому, чтобы наши снимки становились произведениями искусства, современного искусства. Мы... Фоторепортаж — это, конечно же, не только иллюстрация, но это отдельный визуальный нарратив. И это рассказ, у которого есть автор. Те фотографии, которые вы смотрели до этого, были автор Нигины Бероевой. Сейчас вы будете смотреть фотографии, которые автор Сергей Пономарев. И вы увидите по стилю, что это действительно авторская работа. Тема репортажа может быть актуальной и даже... И также должна быть возможность с визуальной точки зрения. То есть, к сожалению, мы не можем снять репортаж о том, чего не происходит в жизни. Нет никакого экшена, либо нету... Ну, это, так сказать, какое-то виртуальное событие. Наши фотографии влияют на общественное мнение, и мы должны это понимать и брать на себя ответственность. Наши снимки могут быть свидетельствами и доказательствами чех-либо, к примеру, преступлений. Но точно так же мы должны понимать, что наши снимки могут быть использованы неправильно. Либо, допустим, спустя какое-то время, спустя несколько лет, доказать в других условиях доказательством каких-то других преступлений. К примеру, сейчас в обострившемся конфликте в Нагорном Карабахе разные стороны начинают использовать снимки из Сирии для того, чтобы, так сказать, представить визуальное свидетельство зверств там одной из сторон. Вот, к примеру, две картинки, разница которой, наверное, 500, а может быть и 1000 лет. И в чем у них сходство? Они обе эти картинки, они рассказывают, так сказать, некоторую историю, которая с помощью картинок в какой-то определенной последовательности. Мы это и называем визуальным языком, то, чем мы сейчас пользуемся. В последнее время мы стали больше общаться с помощью вот этого нового визуального языка. Мы интуитивно научились выстраивать эти визуальные нарративы. И сейчас, наверное, мы общаемся картинками гораздо больше, чем текстом. Есть уже такой термин, он называется sequential art. Его придумали художники, которые рисуют комиксы. И этот термин предложен для описания художественных произведений, в которых изображения расположены в таком же порядке, как так, чтобы выстраивалось логическое визуальное произведение. Визуальный язык отличается от текстового, в первую очередь, тем, что он интернационален. Человек, который посмотрит фотографию или серию фотографий в любом конце нашего земного шарика, он, в принципе, поймет, о чем речь. Ему нужно будет, может, расширить это с помощью кэпшенов. Но основную мысль он прекрасно поймет. Это дает мне надежду, что фотожурналистика, хотя очень многие там прочат ей смерть, изменения, затухания, забвения, она все-таки выживет именно благодаря тому, что это, так сказать, находит свои новые пространства. Конечно же, за счет социальных медиа, в первую очередь. Сколько раз мы сами пытались себя ограничить в том, что мы сидим в Фейсбуке, листаем в Инстаграме, скроем в Твиттере, но так или иначе, это наша жизнь. И огромное количество визуально... Эти социальные сети используют огромное количество визуальной информации. У нас была какое-то время такая тенденция на пиратское использование контента, но сейчас я вижу, что Google и Facebook начинают применять инструменты лицензирования изображений. То есть, во-первых, они... Законы о защите авторского права, там, copyright laws, они работают внутри этих социальных сетей. Соцсети пытаются ограничить использование нелегального визуального контента. Предлагают фотографам сейчас лицензировать свои снимки или там как-то оставлять в IPTC капшенах информацию о том, где можно, допустим, приобрести лицензию, там, e-mail или еще что-нибудь, для того, чтобы эти снимки, так сказать, были использованы легально. И вот еще то, что относится вот к пункту мультимедийность, мне кажется, вы заметили, что когда мы, допустим, визуально пытаемся рассказать о каком-то моменте, то мы часто используем видео для того, чтобы показать какое-то рутинное действие, и потом как фотографию, стоп-кадр, вот какой-то нужный момент, и потом, допустим, опять показываем действие. Я считаю, что, в общем-то, вот в заочном диалоге между фотографами и видеографами у нас есть, так сказать, вот дополнительные аргументы за счет социальных сетей, за счет вот важности момента указания на момент, и мы, так сказать, вот в будущем можем иметь какую-то свою определенную территорию. Это вот, так сказать, к тезису, что иногда коллеги говорят, что видео захватит этот мир. Но, в общем-то, мне кажется, что мы так или иначе потихонечку отвоюем это все. Я хочу вам показать несколько проектов, которые как раз вот являются на стыке мультимедийности, визуального повествования и так далее, но перед этим я бы хотел рассказать про цитату Джеймса Нахтви, который, так сказать, очень точно в предисловии к моей книжке, о которой я тоже поговорю чуть позже, рассказал, какой должна быть вот визуальная и вообще журналистика в современном мире. Это очень редкая и очень точная цитата. Джеймс Нахтви, если здесь есть фотографы, наверное, слышали об этом имени. Это, так сказать, икона и бог современной фотожурналистики. Наверное, точно так же, как там Себастье Сальгадо, Ник Ут, Джеймс Нахтви и Стив Макьюри. Ну, то есть, люди, которые, так сказать, определили, как и Карти Брессон, и Роберт Капа, люди, которые определили, так сказать, какой должна быть современная журналистика. Пример одной из мультимедийных историй, которые стали уже достаточно хрестоматийными. Давайте я запущу видео. Это Лунгрид, о котором говорили недавно, который сделан вместе с фотографией. В 17-м году я снимал историю о городе, который, вопреки желанию остальной страны, высказался против Брексита. Лондон мультинациональный бурлящий котлел, город, который ожил за счет притока свежей крови из Европы. С тех пор, как открыли туннель под Ла-Маншем, город хлынули люди со всей Европы, которые сильно изменили облик города и дали ему новое дыхание. Открылись новые кафе, малые бизнесы, город стал более благоприятным для жизни. Двигателем изменений стала банковская система и либеральные трудовые законы, которые привели банкиров, а вслед за ними потянулась сфера услуг. Сейчас Брексит грозит обрушить это статус-кво. Эта мультимедийная история состоит из двух параллельных повествований. Писатель написал, журналист написал свой текст отдельно, и мы с ней даже не виделись. Я приехал в этот город спустя какое-то время и начал полностью ресерчить, снимать, искать свои истории и рассказывать этот процесс самостоятельно. То есть историю о городе самостоятельно. Она есть... Я решил попробовать такую технологию слоу-мо. То есть если вы пользуетесь айфонами, то, знаете, там есть такой момент, когда все нормальные действия можно заморозить, увеличить во времени, это будет, так сказать, происходить очень медленно. Это помогает отчасти показать человеку, как видит фотограф и как он как он видит кадр, когда, в какой момент он готов, допустим, нажать на кнопку, чтобы снять свой выдающийся кадр. И вот это сочетание черно-белых движущихся и простых фотографий вместе с текстом и слоу-мо, оно, мне кажется, интересно. И ритм чтения, так сказать, он становится, наверное, более плавным. Всегда есть время подумать над тем, что было написано, и потом посмотреть фотографии дальше. Смотрим, смотрим. Смотрим. еще один проект, которому пришлось посвятить огромное количество времени и своей жизни, это история про беженцев, которые пришли в Европу. Это был миллион человек, которые бежали от войн, от коррупции, от разрушений, которые произошли в их странах, и их беженцы аккумулировались достаточно долгое время в Турции, и потом, так сказать, я не знаю, благодаря каким-то политическим процессам, и благодаря просто уже нежеланию турков держать на своей земле несколько миллионов человек, беженцы хлынули в Европу. В России, как мы сегодня уже говорили, эта история освещалась достаточно однобоко. Такое ощущение, что ее сравнивали с нашествием варваров на Рим. Но хотя так или иначе это случилось, и когда-то Ближний Восток принимал европейских беженцев, бежавших от войн в Европе, сейчас история спустя сто лет развивается совершенно в другую сторону. Вот, чтобы вы себе представляли, вот карта примерно это как прошла одна семья, с которой мы пропутешествовали какую-то часть их пути, они жили в Алеппо, они перебрались в Турцию, они переплыли маленький, но при этом достаточно опасный перешейк Игейского моря, Афины, границы Греции, Македония, Сербия, Венгрия, Австрия и так далее. Потом Венгрия построила границу, то есть забор на своей границе, беженцы повернули в Хорватию, дальше в Словению. Этот исход продолжался где-то примерно год, основная фаза людей прошла, наверное, до зимы 15-го года, то есть август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Дальше начали принимать какие-то новые законы, которые, так сказать, запрещали беженцам получать статус беженца, либо получать только в той стране, куда они прибыли, а до этого существовало такое дублинское соглашение, чтобы беженцы могли там пройти несколько стран и остаться в той стране, которую они выбрали. Я начал снимать этот проект где-то летом 2015-го года, и в самом начале мне приходилось ждать несколько дней на берегу Лесбоса, чтобы дождаться первую лодку. Где-то в октябре-ноябре поток был настолько сильный, что лодок было где-то по 50 в день. Они просто бомбардировали берега, высаживались и шли дальше. Я выбирал семьи мигрантов, с которыми какое-то время путешествовал, либо иногда дежурил на границах. Каждая граница, которую они пересекали, создавала пробки из мигрантов. Их регистрировали на одной стороне, потом пытались быстренько сбагрить на другую сторону границы, но там опять регистрировали. И вот так люди сидели очень часто по несколько месяцев просто под открытым небом, ждали, когда им разрешат пройти. Венгрия стала, как я уже говорил, строить заборы. в какой-то момент перестал просто вообще пускать беженцев. Они повернули в Хорватию и дальше в Словению. На эту историю я потратил около шести месяцев съемок, и это была, так сказать, только первая часть. Мы за нее получили полицерскую премию с тремя другими фотографами. Их зовут Маурисио Лима, Тайлер Хиггс и Дэни Леттер. Я понимал, что перед моими глазами происходит такой исход библейского масштаба. И я являюсь, наверное, свидетелем одного из важнейших событий 21 века, которое повернет и изменит судьбу Европы. Давал ли я тогда какие-то оценки этому? Я не думаю. Я думаю, что нет. Скорее нет. Я старался делать свою работу максимально беспристрастно, но, конечно, это было сложно. С гуманистической точки зрения я видел и понимал страдания людей, которые шли некоторой земле обетованной, которую им обещали в социальных сетях. И они слышали призывы политиков, что «Refugees welcome». При этом сами они в ответ говорили, что «We must go». И эту фразу мы слышали миллионы раз и повторяли как мантру на всех границах и лагерях, где этих беженцев, где они скапливались. Они это твердили как в отчаянии от нескончаемого ожидания голодные, измученные, плачущие дети, дезориентированные мужчины. Они твердили это в той незнакомой стране, куда они зашли, не понимая, куда они должны идти дальше. Они просто должны были идти и двигаться дальше. Они говорили это стоя перед колючей проволокой на границах в Македонии, в Сербии, в Венгрии. Их поливали из водометов, их травили с издачевым газом, против них выставляли полицию и ОМОН натренированный против хулиганов и футбольных фанатов. И они повторяли это как молитву, как заклинание и как угрозу. И в конце концов они дошли. Дошли до Европы, дошли до Германии. Германия приняла где-то 900 тысяч около миллиона беженцев. Голландия приняла 300 тысяч, часть еще поселилась во Франции, много кто поселился в Швеции. И это, так сказать, изменило то, как выглядит Европа сейчас. И вот после того, как я получил премию, после того, как мы потратили несколько месяцев из своих сил нервов, занимаясь вот этими историями, я понял, что я не могу, так сказать, это оставить все и забыть об этом. Часто внимание СМИ сравнивают с, знаете, башней в Мордоре с глазом, который вот смотрит в одну сторону и потом, когда ему надоедает, он переворачивается в другую сторону и смотрит в другую сторону. И уже о том, что там происходит, люди забыли совершенно, интерес перевернулся к другому. Вот для меня, так сказать, эта история беженцев, она осталась очень, она осталась во мне очень глубокой. Я решил, что мне нужно продолжать работать с этим. и я уехал на несколько лет в Европу, я поселился в Амстердаме и стал снимать истории вот тех самых беженцев, которые дошли и как они живут. У меня были контакты, я познакомился с людьми, когда шел с ними вместе, у меня были несколько, была семья и было просто несколько людей, которые там поддерживали со мной связь, и я решил, что вот из этого там раскручиваем понемножечку клубок вот этих вот историй я смогу рассказать и показать то, что то, что сделала с этими людьми Европа. В конце концов, это вышло в книжке, книжка вышла в Европе, в России ее, к сожалению, нету, за исключением нескольких экземпляров, а сейчас уже вот из-за закрытия мы ее тоже не можем никогда оставить. Но что же там произошло? Конечно же, Европа оказалась гораздо безопаснее для беженцев по сравнению с Сирией или Ираком или Афганистаном, откуда они пришли. Но сама Европа оказалась, европейцы оказались не готовы к этому, потому что это, знаете, это не как послать груз гуманитарной помощи куда-то сидеть с ощущением сделанного, выполненного долга. Это люди, которые пришли к ним домой и пытаются там жить по соседству бок о бок. И они пришли со своим прошлым, и очень много кто пришел травмированный, либо с совершенно другим укладом жизни и пониманием того, как жизнь строится. Точно так же их некуда было селить, они искали дом, а их начали селить в супермаркетах либо в пустых аэропортах, и вот этот лозунг «Reffages Welcome» он стал как-то увидать. А пособия за которые считалось, что они туда шли становились, конечно же, все меньше и меньше. Конечно же, они не представляли себе, что такое верховенство законное, или плюрализм мнений, или демократия, и толерантность, и все те ценности, которыми гордится Европа. И отголоски этого вот мы видим даже в сегодняшних новостях про протесты против Шарли и Бдова, нападения в церквях и так далее. И я, конечно же, скорее с симпатией относился к беженцам в Европе, но при этом с некоторой осторожностью. И как раз та вторая часть книги, она посвящена историям тех людей, которые стараются, пытаются найти новую жизнь в Европе. И это мусульмане, к примеру, которые стали конвертироваться в христианство. Я говорю в целом христианство, потому что я был в разных церквях, и в лютеранских, и католических, и протестантских. И там, в общем-то, у всех есть свои небольшие конгрегации, приход, куда ходят беженцы. Не все, конечно, но все равно, это, так сказать, как один из примеров. Это Серик Зина из Алеппо, которая открыла собственный бизнес. Возможно, в ее жизни, если бы она оставалась в Алеппо, то она была бы обыкновенной женой под контролем своего отца, возможно, а потом и мужа, и, в общем-то, ничем другим, кроме готовки для семьи, она бы не занималась. Но когда мы ее встретили на границе Хорватии, Словении, и вот Нигина рассказывала, попросили, у меня был такой маленький проект по ходу вот этого большого проекта, мы просто подходили к людям и говорили, откройте рюкзак, покажите, что у вас там. Люди, конечно, немножечко так напрягались, но мы говорим, ну вот, понимаете, мы журналисты в Европе, очень много журналистов, очень много СМИ, и вот люди, которые живут в Европе, они интересуются, вот вы идете, а что вы несете с собой, какой у вас вот жизненный багаж, и они они раскладывали, что у них в сумке там зубная щетка, пара сменного белья, может быть, там, Коран, паспорт, фотографии семьи, и в принципе, все. И вот Зина была одной из таких героев, которая шла и догоняла мужа, который взял детей и, так сказать, ушел вперед. и не потому, что ей бы легче было идти, а он с детьми надеялся, что ему будет проще там получить какие-то пособия, либо там просто поселиться, и она в конце концов, когда он туда дошел, и она его догнала, она просто забрала у него детей и стала жить уже самостоятельно, а этот мужчина где-то там пропал у нее с радаров. Она открыла свой бизнес, она нашла людей, которые ей помогли, сделали ей рекламу, она ездила и устраивала обеды, когда, если кто-то на вечеринке хочет там удивить гостей сирийской едой, она вот привозила там перед вечеринкой всякие эти хумусы, фалафели и прочие салаты, раскладывала и уезжала. Таким образом вот она дожила до того, что она открыла там собственный маленький ресторанчик в Амстердаме. или вот там Джума, боец сирийской оппозиции, который был фермером, взял оружие, разочаровался в этом, уехал, доехал до Европы, нашел ферму и стал там же работать и, в принципе, надеяться только остальную часть семьи перевезти с собой. Или вот тюрьма, которую конвертировали в жилье для беженцев. Конечно, не самое лучшее жилище, но, конечно, Европа столкнулась с проблемами размещения. И вот в Голландии достаточно либеральные такие законы, что у них действительно очень много было пустых тюрем, которые хотели сносить и закрывать, но вот на какое-то время поселили у них беженцев, потом этот регион, то есть этот район снесли и все-таки построили жилье. Вот это аэропорт Темплхофф в Берлине, где тоже живут беженцы, вот такие вот у них клеточки с общим светом, и то есть в 7 утра свет включается, в 9 вечера свет выключается, и у тебя получается почти никакого такого privacy не получается. На границе Европы оказалась такая серая зона, где тоже живет много беженцев, которые не могут попасть туда, потому что их отлавливают на границе, многие страны по периферии шенгенской зоны построили все-таки у себя заборы, и вот это центральный вокзал в Белграде, в Сербии, где несколько заброшенных ангаров, в которых живут иранцы, афганцы, наверное, самые такие несчастливые нации, которых просто не пускают, либо их, допустим, принимают в Европу, а потом депортируют, депортируют в ближайшую безопасную страну, которую считают Сербией. Они живут вот в таких вот жутких темных ангарах и греются, топят железнодорожными шпалами, которые пропитаны битумом или какой-то нефтью, и это все коптит, и они прям чахнут над этим. И, конечно же, остатки тоже задворки Европы, Лесбос, остров, куда приплывали беженцы, которые, в общем-то, из них так и не доплыли. когда я вот говорил про фото-журналистику и говорил о том, что это не просто фотография, но это фотографии, которые должны быть, так сказать, высокохудожественными, я, конечно же, имел в виду, что это не просто фотографии, которые являются фотодокументами какого-то события, фотографии должны трогать струны души человека. И это, в принципе, это можно достичь тем, годами обучения, тренировками, тем, что наши фотографии могут быть как-то созвучными с произведениями искусства, с произведениями искусства предыдущих веков. И как-то в интернете я смотрел критику и нашел, что есть, так сказать, критики, которые сравнивают некоторые из моих фотографий с произведениями искусства. И вот хочу с вами поделиться и объяснить отчасти, почему они правы и чем это помогает нам, фото-журналистам, затрагивать, так сказать, струны души наших зрителей. Вот представьте себе, что вот новость уже не актуальна, а снимок становится символом события или символом времени. И люди вот помнят эту фотографию именно потому, и часто даже покупают в коллекции, именно потому, что она для них созвучна с некоторыми произведениями. Вот справа вы видите картину Теодора Жиряко «Плод медузы». Он ее написал в 1816 году, и она описывает плод людей с корабля медузы, который разбился, а плод долго дрейфовал по морю, и люди на нем начали сходить с ума и заниматься каннибализмом. То есть такая очень серьезная история, которая тронула художника, он арестовал эту картину, и она вот в сознании людей становится, так сказать, созвучна с какими-то современными фотографиями, которые делают фотографы. За счет чего это достигается? И вот я хочу процитировать Малевича и объяснить, что вот современные фотографии мы можем видеть фотографию как документ, вот я не знаю, фотография стула это просто фотография стула, но если мы перестанем видеть за этим вот просто фотографию стула, мы увидим, что здесь есть сочетание красного и черного и линий, и мы можем увидеть вот в этом произведении искусство. И мне кажется, что вот я удается улавливать, так сказать, некоторый культурный код и параллели с классическим искусством, и эти снимки становятся более понятными для огромного количества людей. Здесь фотография Дамаска в дни, когда была химическая атака, первая химическая атака в 2013, кажется, году. И здесь снимок из Филиппин после того, как прошел очень разрушительный тайфун, и люди прятались в той церкви на заднем плане. И меня часто спрашивают, делаю ли это специально. Но такое невозможно. То есть невозможно смотреть на что-то и говорить, а фото-журналист тот, тот, который не строит никогда ничего, а вот, так сказать, фотографирует реальность ту, как она происходит. И невозможно смотреть на происходящее и искать какую-то цитату на Рембрандта. Фотограф скорее сначала нажимает на кнопку, а потом понимает, что он снял в процессе редактирования. То есть он, так сказать, это все обрабатывает на подсознании. Для того, чтобы это подсознание сработало, его нужно, конечно же, тренировать и иметь какую-то очень большую насмотренность. Это невозможно объяснить, как это работает, но по ощущениям те картины, которые я когда-то увидел, они ложатся слоем в библиотеку и в какой-то момент подсознание их, так сказать, как из колоды карт вытаскивает и вот получается кадрировать, потом создать какую-то тоновую обработку и так сказать, это становится очень похожим на то, что я даже не всегда могу вспомнить, что это Эрик Фихл, потому что я его видел один раз, наверное, всего лишь в своей жизни. И в жизни я вижу образы и композиции и некоторые такие сцены. Есть такая фраза «талантливый художник копирует, а гениальный ворует». Это не значит, что я где-то увидел эту картину, образ или сцену и интерпретировал ее в своем стиле. это такие стили или запатентованные стили с палитрами, с прорисовками, и ты просто какую-то часть этого можешь потом интерпретировать в своей фотографии. Я просто советую очень многим завести привычку ходить в музей и смотреть, изучать композиции, запоминать то, что они увидят, потому что потом сознание всегда может сделать очень хороший подарок, скажем так, в понимании. А, да, то я рассказал, то я рассказал. Здесь у нас статуя Родена и фотография сирийского повстанца, который сидит на фоне арки в Пальмире, которую разрушил ИГИЛ в 14-м году. И, может быть, ее все помнят по учебникам истории у нас, кажется, за какой-то там 8-й, 9-й класс, 5-й, да? Были учебники вот именно с этой аркой, которую потом разрушили. И мне кажется, что вот в 14-м году, когда я был в Сирии, я был, наверное, последним западным журналистом, который там побывал до того, как игиловцы ее захватили. В фотографии появился новый момент, новый момент, не знаю, новая сфера. Она называется вычислительная фотография. Это вот все, что у вас в телефонах, вот вы держите почти все мобильные телефоны, смартфоны, и в них есть камера. То, как работает эта камера, и то, как она снимает, это вычислительная фотография. Это совершенно новый, дивный мир, который нам еще стоит познать. и для фотографа, для профессионала, я считаю, что мне очень важно понимать, погружаться и знать технически, как что и как там работает в наших устройствах. Потому что, если вы посмотрите, то камера совершенно малюсенькая. Вот она с иголи ушко, в ней нету диафрагмы. там настолько малюсенькая матрица, что вообще непонятно, как происходит создание изображения. И вот недавно появился такой термин, который называется вычислительная фотография. И сейчас оно занимает отдельную нишу. Вот я вспомнил это слово. Ниша называется. Это то, что находится в наших смартфонах. камера в смартфоне делает несколько снимков в секунду. В среднем где-то 60 кадров в секунду. Дальше процессор в большинстве своем это отдельный чип, выделенный в айфонах он называется Bionic, разделяет эти кадры на разные стеки, которые отдельно отдаются на обработку высокодинамического диапазона, другой для эффекта боке. Эффект боке это глубина резкости и размытие по экрану. Если вы все, что на заднем плане размывается и с какой мощностью это размывается, это естественно называется эффект боке. то же просчитать глубину резкости, сделать ночной режим, сделать распознавание лица, проработать это все лидаром или камерой тайм-флайт, которая просчитывает расстояние, это все делает процессор, это все называется вычислительная фотография. По большому счету это совершенно другой мир, который не похож на фотографии, которые мы привыкли видеть фотографов с большим фотоаппаратом, зеркальная камера, беззеркальная камера, там камера делает один щелчок, файл, который пишется с большой матрицы, записывается на носитель и все, и дальше с этим вы уже сами начинаете постобработку в фотошопе, в Lightroom где-то еще. В вычислительной фотографии это все делается на лету, мгновенно склеивается из огромного количества малюсеньких таких файлов и делается уже нормальная фотография. Но можем ли мы контролировать, что там происходит, можем ли мы, допустим, знать, что этот кадр, который мы сейчас сфотографировали и что я вот вижу лица, которые я сфотографировал, будут похожи на те лица, которые окажутся в файле. Не факт. Потому что какие алгоритмы прописаны в этом процессоре, мы не знаем. Профессионалы сейчас как раз хотят, чтобы им давали больше возможностей для контроля изображения, для контроля всех тех параметров, которые производители сейчас запихивают в этот процессор, который контролирует вычислительную фотографию. К примеру, вот компания Huawei выпускала какую-то модель своих смартфонов, и там была функция Луны, не помню, как она называлась, в общем, у них была библиотека Луны, снятая во всех точках земного шара, в разных ее фазах, и когда человек ночью наводил телефон на Луну, то процессор, нейросеть распознавала, что это Луна, контрастный объект на темном фоне, по координатам они понимали, где находится этот смартфон, и из библиотеки доставали ту Луну, которая подходила и была похожа на ту, которую фотографировал человек. И он на снимке видит, о, круто, а на самом деле динамический диапазон, который между Луной, между яркостью Луной и темнотой неба, и вот окружая того, что человека окружало, он колоссальный, ни одна матрица и ни одна пленка не выдержит, то есть не смогут передать ту широту ярких и темных моментов в кадре. И, к примеру, точно так же на лету эти процессоры могут, я не знаю, делать какой-нибудь фейслифт или увеличивать глаза человека, изменять волосы и так далее. Это же все делается с помощью нейросети, которой можно обучить. То есть это все делится на очень маленькие шажки, это все производится, это пока все делается очень медленно, потому что нейросеть нужно обучать, то есть должен быть человек, который должен будет прописывать и обучать, и чтобы она научилась это все распознавать. Но, к сожалению, возможно, мы движемся в ту сторону, когда мы не будем верить тому, что нам показывают. Я вот как пример работы вычислительной фотографии покажу видео, которое я записал. Это вот портрет девушки, который я сфотографировал еще год назад, будучи в Америке, готовясь к другой лекции. это профессиональный ап, который может сразу после того, как я сфотографировал, изменять глубину резкости, изменять фокус. Видите, это уже снятый кадр. Я могу выбрать разные линзы и изменять глубину и четкость размытия. это вот так вот видит фотоаппарат, то есть глаз смартфона нашу горизонтальную картинку. Весело, да? И вот то, что раньше там мы годами учились, чтобы понимать, как работает диафрагма, как работают проявители, как работает Lightroom и так далее, теперь это все сужается, смещается до маленьких кнопочек. И следующая тенденция, скорее всего, вот по инсайдам будет в том, что, когда вы включаете камеру в своем телефоне, она вам будет советовать, как сделать кадр лучше. То есть, вот кнопка все шедевр, она становится к нам все ближе и ближе, потому что это, конечно же, все будет супер унифицировано, но, скорее всего, нейросеть, она будет учиться и смотреть, какие фотографии получаются и какие фотографии берут больше лайков, которые считаются более четкими и так далее. Она будет говорить, что вот нужно телефон сместить правее, либо левее, либо подойти, поднять его, изменить цвет и так далее. То, что мы в нашем стартапе думали, что мы сможем обучить людей, оказывается, скорее всего, нужно обучать нейросети для того, чтобы она подсказывала человеку, какой кадр будет лучше. Вот еще один проект, который я хотел бы показать и потом немножечко возможно обсудить. Он как раз связан с вычислительной фотографией и, так сказать, с рекламой. И я как-то год назад или два уже года назад проехал по Транссибирской магистрали и снял историю для компании Apple о том, что такое Транссибирская магистраль, как ехать. Это была компания Shot on iPhone. У меня было три аппарата, потому что у нас было три разных формата, и я вот как ковбой ходил с двух руках по телефону и еще один в кармане, чтобы снять сначала такой кадр, два формата вертикальных, один формат горизонтальный. Из этого мы сделали посты в ленте в Инстаграме Stories, пост и еще IGTV. Давайте посмотрим. Здесь со звуком. Тут нужен звук. А он есть. точно. звук. В инстаграме Т Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, в общем, сначала у нас была идея в том, чтобы сделать фиксированное окно, и вокруг него развивается какая-то жизнь. Идят дошираки, кошки, люди в окно смотрят и так далее. И вот... В чем отличие вот этого варианта повествования? И, наверное, для меня самая серьезная челлендж, вот современный челлендж, который мне приходится преодолевать, это вертикаль. То есть вот Стив Джобс, помимо того, что уничтожил компанию Nokia и бумагопроизводящую индустрию в Финляндии, он еще и перевернул наши телефоны и заставил нас всех смотреть, думать и снимать вертикально. Для фотографа это ужасная головная боль, потому что мы учились, мы изучали искусство, которое все было горизонтально. Мне кажется, эпоха Возрождения началась именно с того, что художники вдруг взяли икону и положили ее горизонтально, и вдруг поняли, что, о, здесь появилась перспектива, здесь появилось золотое сечение, здесь появилось много разных композиционных правил, которые можно осваивать и творить. А потом нам взяли это все в фигак и повернули обратно и сделали из этого вертикаль. Что такое вертикаль? Ну, это либо плакатность, где у тебя есть центральный объект и вокруг него текст, либо все, иконопись. Вот единственный, наверное, единственный, наверное, исторический, культурный аналог того, что сейчас есть. То есть мы не можем сейчас особо найти подходящих вещей, которые, вот как я говорил, мы можем как-то перефразировать, копировать, придумывать что-то и так далее. Это сложно для дизайнеров, потому что вот ту картинку приходится впихивать в вертикаль. И плюс это все еще и вертикально переворачивается. Я вот вижу, когда мы снимаем, мы продолжаем снимать горизонтальные фотографии, редакторы в СМИ мучаются и придумывают новые способы, как воткнуть эту горизонтальную картинку в вертикальный экран, который смотрят большинство, наверное, сейчас потребителей. Где-то я видел статистику, что с мобильных телефонов уже больше половины посещений для новостных сайтов. Соответственно, весь дизайн перевернулся с горизонтали в вертикаль. И итогом вот этого стал проект, который я сделал в апреле и марте этого года. И он для меня явился таким протестом против засилия вот этих вертикалей, потому что, наверное, об этом мы говорили и думали весь конец прошлого года. Среди коллег, среди моих товарищей из стартапов и так далее, мы пытались понять, как нам вообще жить в этом мире вертикально. В мире случился коронавирус, Москва закрылась, все города закрылись и опустили. И я пошел на улицу и стал снимать панорамы пустой Москвы. И я стал снимать очень узкие панорамы, прямо вот такие, которые никогда в экран мобильного телефона не запихнешь. Это был вот такой вот протест художника против современного мира. Это получился очень интересный проект. Я сейчас покажу несколько фотографий. Мы ее назвали «Москва. Великая пустота». И вот эти горизонтальные фотографии, узкие горизонтальные черно-белые фотографии, они усиливают вот это ощущение пустоты. Это как ты выходишь на улицу и смотришь на улицу, вот направо, налево, и у тебя никого нет. И Москва пробыла, ну, где-то, наверное, несколько недель вот в таком состоянии. Были в основном курьеры, полицейские и фотографы на улицах. Очень многие, конечно, сейчас вспоминают эти времена с разными чувствами. Я тоже не знал, как это нам отзовется и аукнется. И впоследствии мы сделали выставку в музее Москвы, которая прошла с таким более-менее хорошим успехом, учитывая то, что это была первая акция после того, как вообще разрешили массовые мероприятия в городе. И вот, собственно, все. Таким образом мы дожили до сегодняшнего момента. Я закончил, готов отвечать на вопросы. Вопросы здесь, да? Ты сказал, что у вас программа не дадим до кнопки и сместить шедевр, это означает, что ты потеряешься на уровне? Ну, нет. Я думаю, что всегда останется какой-то небольшой сегмент, где будет востребовано авторское видение. Да, я понимаю, что вот вспоминая теорию про user-generated content и то, что это все унифицирует, но мне кажется, что всегда есть театр на рынке, и есть большой театр, и они вот остаются, так сказать. У них у всех есть своя ниша. У меня к тебе такой очень архоничный вопрос. Любое кодрирование – это манипуляция. Да, я понял. Вот я теперь пытаюсь перефразировать. Что нужно думать, когда фотограф кадрирует, когда он снимает, насколько широко или насколько узко он должен снимать. Правильно? Да. Как какие-то эфиры. Смотрите. Во-первых, есть такая песня у группы «Чаев», где они поют «Затворяем мысли в рамке». У них есть такая строчка, и она как-то вот мне попала в душу еще в детстве, и я вот понял, что да, это должно быть высказывание. Второе, я занимаюсь фото-журналистикой. Это не просто фотография, но это, так сказать, это рассказ и повествование. У меня всегда есть вопрос, насколько близко я должен подойти. И могу ли я приблизить эту реальность, или я должен к ней лично подойти. И, соответственно, вопрос рамок и преувеличения реальности, он стоит очень острый. Для этого выбирается объектив. Как художник выбирает кисть, то точно так же фотограф выбирает себе объектив, с тем углом и, соответственно, с той дистанцией, с которой ему комфортно работать со своими героями. Вот у меня это такой стандартный для фотожурналистов объектив 35 миллиметров. Мне вот удобно с ними работать, когда я от них нахожусь, ну где-то вот на расстоянии полутора-двух метров, в зависимости от крупности кадра. Я предпочитаю подходить, а не приближать к себе реальность. У каждого фотографа может быть своя комфортная дистанция. То есть у меня есть знакомый фотограф, который говорит, да, ну вот 600 миллиметров моя комфортная дистанция. Он спортивный фотограф. Вот он снимает с большого расстояния. Я фотожурналист, я подхожу близко. Вот таким образом я, так сказать, могу кадрировать, обрамлять ту реальность, затворяя ее в рамку с помощью мысли. Так, совет, как видеть и как фотографировать. Ну сразу не получится, сразу могу сказать. То есть, конечно же, это всегда в глазах смотрящего. То есть ты делаешь что-то, и тебе кажется, о, это клево. Но потом нужно показать это кому-то и понять, есть ли аудитория вот у твоего ощущения, что это клево. И, соответственно, если она появляется, если люди разделяют с тобой твое ощущение прекрасного, то тогда, значит, можно пробовать двигаться дальше, расширять это. Но мне кажется, если ты будешь двигаться в какую-то... То есть всегда нужен фидбэк. Вот сейчас с социальными сетями это же очень просто. Запостил, есть лайки, да, отлично. Если нет лайков, значит, надо искать что-то новое. Плюс, конечно же, учиться и искать всегда какую-то метафору. Не зря же музыканты очень часто, когда слышат чью-то мелодию, они могут пройти мимо и сказать, да, это я слышал, это вот там 30 лет назад, это сыграли, и теперь это все переигрывает. Кто-то делает это по-другому, и вот музыкант, он останавливается, начинает слушать, потому что он вдруг улавливает какие-то ноты. Там-то еще сложнее, там всего лишь 7 нот, с которыми нужно играть. У нас глаза, наверное, гораздо более интересный инструмент, чем уши. Мы видим не только ноты, у нас есть цвета, у нас есть свет, у нас есть очень много разных оттенков, с которыми мы можем, и смыслы еще, с которыми мы можем экспериментировать. Но если мы будем говорить про фото-журналистику, то это, конечно же, должна быть социально важная тема. Вот у меня здесь есть как раз, что это актуальная, важная, гуманитарная, социальная, экономическая, экологическая тема. То есть то, что будет интересно не только автору, но будет интересно его зрителям. И вот у нас есть такой... Это приходит с опытом. То есть понимание своей аудитории, конечно же, приходит не сразу, приходит с опытом. И можно пользоваться технологией вот ЛИН, то есть экономичной, когда ты делаешь какой-то минимально рабочий продукт, MVP, minimal viable product, ты его пробуешь на малой ограниченной аудитории, ты смотришь, работает ли это. Если это работает, ты начинаешь масштабировать. Очень много историй в журналистике, вот там та же история про пандемию, она была сделана именно так. То есть я начал сначала с нескольких снимков. У нас я понял, что это получается, у этого есть интерес и аудитория. Мы начали это все масштабировать, расширять, и до конца концов это доросло до выставки. Но не так, чтобы вот кто-то пришел и сказал, сделай выставку. Да, мы это вот все сделали такими маленькими шажками, и команда обрастала по мере необходимости. Под конец у нас в команде было где-то 15 человек, наверное, которые вот делали весь проект. А начиналось все вот с маленькой идеи. Нужно взять идею, проверить, есть ли отклик. В стартапах есть такое понятие FFF. То есть friends, family, followers, или еще называют fools. То есть это вот твой первый такой, первая маленькая аудитория, это друзья и семья, и либо фолловеры, либо дураки, которые за тобой пойдут. Вот, которым эта, так сказать, идея зайдет. Если она им зашла, и они действительно продолжают, то можно масштабировать и увеличивать этот продукт. И, в принципе, к любой истории, наверное, нужно относиться как к продукту, который вот нужно, так сказать, довести до больших масштабов. Да, вроде все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ